В конце этой недели, с 4 по 6 сентября, в Центре русской культуры в Таллине пройдет уже 20-й по счету фестиваль короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов «Невиданное кино». Зритель увидит новые короткие киноистории из более чем 60 стран, а у нас в студии директор фестиваля Игорь Глазистов. Доброе утро. Доброе утро. Несмотря на коронавирус, география вашего фестиваля довольно широка. Но это картины из 60 стран мы увидим. Гостей-то наверняка будет меньше. Да, к сожалению, нам не удалось сюда. Хотели, планировали очень многих людей пригласить, но сами понимаете, что трудное время и это сложно. Из каких стран больше всего картин пришло на конкурс? Ну, у нас традиционно обычно из Испании, из Франции и Латинской Америки. Ну, и Россия, естественно, нас не забывает. Кинопроизводство было во многом приостановлено, откладывались премьеры как раз-таки из-за тех ограничений, что у нас водились. А с коротким метром как дела обстояли? Ну, наверное, то же самое, но вы сами понимаете, что короткий метр, он малозатратный и группы маленькие, поэтому потихонечку кино снимается, насколько я знаю. То есть можно снимать с соблюдением социальной дистанции и прочих требований? Да, даже вот сейчас многие все фестивали, так сказать, вышли в интернет и проходят. И мы даже принимали участие в одном фестивале. Наши ученики сделали фильм, не выходя из дома, и мы успешно выступали в одном индийском фестивале. А у нас все проще, потому что заявки пришли до 1 февраля. И практически у нас фильмы прошлого года. Что будет в следующий год, я не могу предсказать. Увидим. Ну, в конкурсной программе заявлены и мультфильмы. Что можно про них сказать? Потому что у многих людей есть такой стереотип, что мультики — это для детей. Можно ли сказать, что есть некая тенденция, когда мультики все-таки становятся таким творческим продуктом для взрослых? Да, ведь это уже давно не для детей мультфильмы делают. И очень успешно для взрослых мультфильмов. И в нашем фестивале тоже будет и конкурсная программа детских мультфильмов, которая руками детьми сделана. А также большая программа мультфильмов, которые делают студенты и профессионалы, и очень именитые профессионалы. А какие художественные средства для создания мультфильмов сейчас наиболее актуальны и популярны? Это рисунок, пластилин, куклы? Ну, вы знаете, мне трудно сказать за все движение анимации, потому что я все же не аниматор. Но если судить по фильму, который приходит на фестиваль, присутствуют все техники. И рисунок, и кукольный. Сейчас, в общем, подъем кукольной анимации большой. А вам с мамой что больше нравится и почему? Я люблю традиционный мультфильм. И кукольный. Потому что кукольные мультфильмы, там большие возможности по воплощению этих образов, по движению. Вот поэтому у меня приоритет, конечно, рисунок. Он же так уже сформировался. И куклы тоже мне очень нравятся. Если брать, например, эстонский рынок мультфильмов, то были Ван Амеге Мультикас, которые переросли из-за популярности в полнометражный фильм Ван Амеге Фильм, да? Как можно объяснить этот феномен? Почему этот мультфильм настолько популярен? Ну, я думаю, что эта тема близка народу. Там очень много присутствует юмор, народный юмор, и уздаваемость персонажей. И вообще-то нация, которая умеет шутить, смеяться над собой – это здоровая нация. И, по-моему, поэтому большой успех у этих мультфильмов. В анонсе фестиваля специально заявлен мультфильм Константина Бронзита. «Он не может жить без космоса». Чем примечательна эта работа и ее автор? Автор очень примечательный. Это, наверное, один из лучших аниматоров в России сейчас. Он трижды был номинирован на «Оскар». И поэтому фильмы у него очень простые, понятны нам, зрителю. И темы там у него хорошие поднимаются. И поэтому, я думаю, будет интересно увидеть этот фильм. А вот эта история о чем? Это история о взрослении ребенка, о любви матери. И этот фильм дает такое щемящее настроение. У зрителей появляется трогательное кино. Но я скажу то, что этот фильм у нас премьера в Эстонии. И он нигде еще не показывался. Так что будет возможность посмотреть. В интернете его тоже нет. Он пока идет по фестивалям, был номинирован в этом году на «Оскар». Так что хороший фильм. Если говорить о странах, то можно ли назвать какую-то страну, которая идет в авангарде? Которая производит, скажем, самые талантливые продукты в короткометражных фильмах, мультфильмах? Ну, наверное, Испания все же. Испания. Она разнообразная, интересная. И Иран. Иран? Иран. Вот это, да. Но в этом году у вас на фестивале представлено много фильмов из Латинской Америки. Да. То есть тоже испанское влияние сильное. Есть немножко этих, да. Аргентина интересна кино и в Бразилии. У них какой-то свой особенный почерк, что их отличает? Ну, я думаю, там, во-первых, красиво. Мы привыкли вот в Латинской Америке, там, на сериалы у нас. Мы первое знакомство было советского зрителя еще. Сериалы, сериалы там всевозможные. А здесь все же фильмы, они тоже о жизни. Я думаю, что экзотика, наверное, больше всего приезжает. И у нас представлений тоже мало об этих странах. И вот этот короткий метр показывает о жизни этих детей. Насколько коротким может быть метр? Сколько длятся короткометражные фильмы? Ну, у нас на фестивале до 20 минут. А самый короткий? Самый короткий – одна минута. Есть даже конкурс одноминутных фильмов. В этом году мы не проводим конкурс одноминутных. Сейчас почему-то их мало, меньше стали делать. А был где-то лет 20 назад, был просто такой подъем. Но это очень трудно представить, потому что, скажем, сюжет в актуальной камере в среднем длится две минуты. Есть такая байка про режиссера Федерико Феллини. И я, к сожалению, забыл фамилию сценариста, с которым он работал. Гуэнер. Да, где он наспорно писал сценарий короткометражки, который будет длиться 10 секунд. Там показывается женщина, которая сидит у телевизора и смотрит на обратный отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Летающие ракеты. Да, она берет телефон и говорит, он улетел, приезжай. Проходит конкурс фильмов до 5 секунд. Даже так? До 5 секунд. А вообще, вот есть мода, да, в короткометражных фильмах? К каким жанрам чаще обращаются? К каким темам? Ну, моды такой, наверное, нет все же. Разнообразные жанры делают фильмы. И документальные, короткометражные, анимационные, естественно. И игровые. Больше всего, конечно, игровых. Ну, тема, ну, не знаете, мы когда отбираем фильмы, очень много фильмов, больше студенты делают. Именно о детстве, о становлении человека, вот таких фильмов очень много. Ну, например, если говорить о 2021 годе, наверняка будет больше половины фильмов, посвященных коронавирусу, инфекциям, эпидемиям. Наверное, отразится все это, то, что в мире происходит. Насколько вообще вот такие актуальные события, которые будоражат весь мир, отражаются в искусстве? Конечно, искусство уже... Всегда, да? Оно должно быть. В основном, да, да. Директор фестиваля «Невидное кино» Игер Глазистов был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.